Привет друзья, сегодня у меня обычный топ 10 про игры, которые были перенесены с ПК на устройство под управлением Android и iOS. Готовы узнать какие игры стали доступны в вашем кармане? Тогда загляните под видео, там вы можете найти что-то интересное. Ну и как по традиции ставим лайк и погнали! Сайберия 2, вторая часть культовой серии квестов о Кейт Уокер, появившейся на след благодаря Бенуа Сакалю. Популярность проекта привела к тому, что он появился на устройствах под управлением Android. Игроки смогут оценить качество порта и вновь окунуться в головокружительные приключения любимой протагонистки. Сайберия 2 не отличается от качественных Point Unclick проектов в плане механик. Тут придется решать сложные головоломки, исследовать мир, искать важные предметы и изучать историю, читая документы и общаясь с удивительными персонажами. Сибирь подойдет для тех геймеров, которые любят игры с добрым сюжетом, в которых нужно подпрячь голову, чтобы дойти до самого конца. Toddy Moon – приключенческий квест с упором на сюжетную составляющую, который предлагает игрокам выступить в роли врачей, провожающих последний путь пациента. Их задачей является исполнение желания людей. Последняя воля Джона Уайлсла – побывать на Луне. Toddy Moon – душесипательная история, которая не оставит равнодушных геймеров, предпочитающих проекты с глубоким сюжетом и философским подтекстом. Если вы относите себя к таковым, то проект станет великолепным дополнением к вашей игровой коллекции. Broken Age – это приключенческая игра, где управляя двумя подростками, девушкой Веллой и мальчиком Шей, вы будете исследовать окружающий мир, собирая ключевые предметы для решения головоломок и взаимодействовать с элементами локаций. Присутствуют неигровые персонажи, с которыми можно общаться. История описывает двух, на первый взгляд, совершенно разных подростков, но в процессе прохождения их судьбы переплетутся. Отличная игра с хорошей историей, юмором и отменной рисованной картинкой. This War of Mine – популярный симулятор выживания, действия которого развращаются во время гражданской войны. Игра стремится показать, что бывает с обычными людьми, которые оказываются в эпицентре подобных ужасных событий. За основу взяты реально происходящие события в городе Сараево. Игрок, управляя группой гражданских, должен выжить в осажденном городе. Нужно обустраивать убежище, а также заботиться о людях, добывать пищу, медикаменты и оружие. Игровой процесс делится на две фазы – день и ночь. Игрок столкнется со множеством проблем, например, нехватка провизий, нападение мародеров, болезни гражданских и холод. Это далеко не казусуальная игра, и геймерам следует подготовиться к тому, что придется потерять большую часть своего отряда. God Simulator – это ультра-современный симулятор козла. И да, я произнес все верно. В этой игре вам предстоит управлять этим животным и творить хау. Разрушать все, что увидите, пугать людей, кататься на скейборде и исполнять различные трюки. Разработчики не скрывают, что их творение – это идиотская игра, и лучше бы вам потратить время на что-нибудь полезное. Но благодаря оригинальной идее и искрометному юмору, она стала очень популярной. И если вы устали от серьезных игр, то здесь можно по-настоящему расслабиться и оторваться. Enemy Wheaton – это отдельное дополнение для XCOM Enemy & Co. Но в этот проект перекочевали все механики, за которые геймеры и полюбили серию. В Enemy Wheaton также было добавлено множество нового контента, такие как способности бойцов, оружие, враги, сюжетные линии и так далее. Игра представляет собой пошаговую стратегию, в которой игрок выступает в качестве владельца организации по борьбе с инопланетянами. Ему предстоит нанимать в отряд бойцов со различными характеристиками и отправляться в разные уголки земного шара, дабы защитить его от вторжения. Отличная игра, которая не прощает ошибок. Если потеряли бойца, придется смириться. Star Wars Quarter 2 – это ролевая игра по мотивам Звездных Войн, в которую можно сыграть и на Android. Это отличная возможность познакомиться с настоящей классикой от ветеранов BioWare. По сюжету вы отправляетесь в Старую Республику, а действия разворачиваются за 4000 лет до событий известных нам фильмов. Игра предлагает вам создать своего персонажа в культовой вселенной и отправиться в приключения, где вас ожидают бои в реальном времени с тактической паузой, встречи со знакомыми и не очень персонажами, а также фантастическая атмосфера и продуманный сюжет, благодаря которому фанаты посчитали игры лучше, чем кинотрилогию, которая вышла примерно в то же время. Graveyard Keeper – это симулятор седневекового кладбища, успешно перекочевавший с ПК на Android. В игре есть множество активностей, которые не дадут заскучать геймеру ни на секунду. Игроку предстоит строить, вести бизнес, добывать ресурсы, крафтить и исследовать мир. Несомненным достоинством игры является наличие юмора, разбавляющего геймплей. Так геймер вместо захоронения тела может продать его мяснику. Конечно, такие действия могут показаться неуместными, но разработчикам удалось сделать из этого изюминку, нисколько не напрягающую игроков. Beholder – симулятор надзирателя и стратегий с упором на принятие непростых решений. В центре сюжета находится персонаж по имени Карл. Он управляет домом, населенным разномастными жильцами. Действие происходит в саталитарном режиме, из-за чего протагонисту приходится делать выбор между слежкой за соседями для правительства и помощью гражданам. Геймплей игры предлагает игроку балансировать между двумя показателями – репутацией и благосостоянием. Первый позволяет приобретать современные средства слежения, а последний обеспечивает потребности семьи. Сделайте выбор и посмотрите, как сложится судьба главного героя и жильцов многоквартирного дома. NFS Most Wanted – десятая по счету часть культовой гоночной серии, в которую можно сыграть не только на приставках и ПК, но и на мобильных устройствах. Технический тайтл является перезапуском классики, вышедшим в 2012 году. Геймплей NFS-ки сосредоточен на соперничестве геймера с другими гонщиками в рамках заездов по улицам города. Поскольку такие мероприятия являются нелегальными, активность стритрейсеров привлекает полицию, от которой также придется удирать. К услугам игрока представлено более четырех десятков различных авто и возможностей тюнинга. Стоит отметить, что разработчики неплохо поработали над физикой повреждения машин и графикой, что несомненно повышает привлекательность игры для поклонников жанра. Спасибо, что досмотрели мой ТОП-10 игр, которые были успешно перенесены с ПК на Андроид. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то интересное. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить комментарии с вашими впечатлениями. Увидимся уже в следующем видео. До скорых встреч и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok